Добрый день, с удовольствием. Спасибо, Николай. Если позволите, сразу предупреждаю, что у меня так много распечатанных всяких статей и всяких отсылок на разные всякие темы, поэтому уж извините, если сегодня буду больше шебуршить бумагами, чем следовало бы. Начинаю шебуршение прямо с самого начала. Итак, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон предостерег Соединенные Штаты Америки от бездействия в то время, когда Китай расширяет свою роль в мире и сближается с Россией. Он об этом сказал в Америке. Все пришло в движение. Причем между странами совершенно фантастически активизировался Китай. Мы видим, как активизировалась ось Китай, Россия, Беларусь, Иран. Мы видим, как активизировалась политическая жизнь в Соединенных Штатах Америки. Все пришло в движение. Это к чему бы? Это хороший знак или плохой? Я думаю, что оно в движении было и раньше. Просто мы больше обращаем внимание на новости, на развитие отдельных сюжетов. И плюс все это усиливается ожиданием каких-то подвижек в ходе войны. Я так понимаю, многие рассчитывают на то, что война закончится в этом году или будут какие-то решительные успехи уже в ближайшие полгода. Поэтому мы вылавливаем вот эти новости особенно внимательно к ним о том, что в мире происходит и как это может на нас повлиять. А так, мне кажется, что последний год, а то и больше, был очень богатым на события периодом. И в моментах, когда мы вот чего-то ждали, каких-то драматических изменений, их тоже хватало. С одной стороны, мне кажется, что США вовсе не сидят в бездействии. А как раз они наиболее активно используют возможности, которые, наряду с проблемами, конечно, но и возможности, которые предоставляет российско-украинская война. И дипломатия американцев очень активна на протяжении последнего года, и они добились больших успехов. Наверное, наибольших среди всех крупных государств. Они упрочили лидерство, сформировали и усилили нужные им коалиции, распространили свою повестку дня и оказались на правильной стороне истории, где они консолидируют поддержку в пользу Украины, которая ведет оборонительную войну против агрессивных поползновений России. То есть, американцы как раз не бездействовали. Вот кто бездействовал, так мне кажется, это как раз был Китай, который почти год думал, как ему реагировать на войну, которая одновременно предоставляла возможности определенные, сближение с Россией на выгодных для Китая условиях, скидки на энергоресурсы, возможное ослабление ресурсов Запада. Но это еще надо было посмотреть, чем все это закончится, и не факт, что это закончится именно этим. Но, с другой стороны, и большие были вызовы, связанные с войной для Китая, потому что, опять же, Россия единственный его союзник среди великих держав, она ведет несправедливую войну, и Китай оказывается на стороне государства, которое действует противоположно его же разглашенным Китаем принципам материальной целостности, уважению к суверенитету, неумешательству и так далее. Не поддержать Россию, значит, дать ей проиграть, значит, лишиться единственного союзника потенциального из числа великих держав. То есть, мне кажется, что Китай в большей степени ждал, выжидал, позже начал действовать. Действия эти носят такой половинчатый характер, в отличие от американских. Они отреагировали сразу же на начало войны и отреагировали достаточно решительно. Поэтому, мне кажется, что США в этой ситуации выигрывают больше, чем Китай. И получится ли у Китая вот нынешними маневрами на Ближнем Востоке в попытках посредническую роль сыграть в войне российско-украинской или в его контактах с Россией что-то изменить, это еще нужно будет посмотреть. Вот эти попытки Китая договориться или усилить какие-то контакты с Ираном. Мы видели, лидер Ирана был в Пекине, да. Мы видели, как Лукашенко летал вначале в Пекин, затем полетел в Иран, да. Вот американцы заявили, что они считают, что это просто попытка укрепить связи между Ираном и Китаем с помощью Лукашенко и так далее. Вот эти контакты, которые происходят очень активно в последнее время. Они вам о чем-то говорят или нет? Или рано еще какие-то делать оценочные осуждения? Мне кажется, во-первых, что они с одной стороны продолжение линий, которая возникла изначально. То есть с самого начала у российско-украинской войны было очень важное глобальное измерение, в котором речь идет не о российско-украинских отношениях, а о пересмотре существующего миропорядка. О том, сможет ли Запад заставить Россию вернуться к нормам существующего международного порядка. Будет ли Китай использовать эту возможность, кризис, который начался благодаря действиям России в международной безопасности для того, чтобы бросить вызов этому западоцентричному миропорядку. И, в общем-то, эта война, одно из ее проявлений, это то, что это война за будущее мироустройства. И Китай рассматривал ее, я так думаю, с самого начала, как что-то похожее. И сейчас продолжается эта же линия, но параллельно с этим, мне кажется, вот это ее измерение, как войны за будущее миропорядка, постепенно выходит из тени, оно становится более заметным. То есть если раньше это была война, преимущественно российско-украинский конфликт, разрушение европейской системы безопасности, где-то на заднем плане были вопросы пересмотра миропорядка, то по мере того, как война затягивается, его измерение этого конфликта, мне кажется, выходит на передний план. И поэтому становится более заметным. Если это война за измерение миропорядка, то ключевым становится вопрос союзников. Это традиционное слабое место для всех, кто бросает вызов существующему мироустройству. И раньше в истории так было, последний из таких вызовов, это вызов Советского Союза, гегемонии Запада после Второй мировой войны, гегемонии США конкретно, где с задачей сформировать на своей стороне альянсы гораздо лучше справились американцы, в результате чего и победили в холодной войне. И вообще для государства, которое бросает вызов гегемонии, это самое сложное, потому что гегемон, он не один борется за миропорядок. Есть много государств, которых он тоже устраивает, которые присоединяются к нему, которые состоят в уже существующих коалициях, проверенных, объединяются ценностями и так далее. Поэтому вопрос, а у того, кто бросает вызов гегемонии, такой уверенности в союзниках нет. Часто приходится это делать самому или в небольшом круге союзников. Поэтому для Китая вопрос союзников становится ключевым. И именно поэтому он не может допустить поражения России. Точнее, это было бы для него неприятные последствия могло бы иметь. И именно поэтому Китай ищет этих союзников потенциальных по всему миру в разных регионах пока что на основе того, чтобы они разделяли его претензии к Западу. То есть тоже хотели бы изменить существующий миропорядок. Иран, Беларусь, Северная Корея, можно, наверное, еще какие-то государства найти, в которых накопились претензии к этому существующему миру. Ну и дальше посмотрим, как это будет происходить. Просто в условиях войны Китаю приходится прибегать к каким-то чрезвычайным мерам, таким срочного порядка. Вместо того, что он делал до войны, когда ставка была на один пояс, один путь, на построение такой долгосрочной взаимозависимости с многими странами, которые были бы привязаны к Китаю торговлей, экономикой, инвестициями и взаимовыгодным сотрудничеством. Если сейчас перенестись в Америку, помним, как в математической задачке Китай, оставим Китай в уме и перенесемся в Америку, то там разворачиваются очень интересные события. Вот буквально сегодня появились заявления трех представителей республиканской партии, которые пытаются или будут баллотироваться в президенты. Трамп, да, Трамп, понятно, он сказал, что он просто сразу договорится с Россией, вот, закончит эту войну до того, как он еще придет в овальный кабинет. Это практически цитата, близкая к тексту, и что он остановит Третью мировую войну. Мы знали об этой позиции Трампа, но возлагали небольшую надежду на Де Сантиса. Ну и, конечно, вдруг губернатор Флориды, являющийся одним из реальных кандидатов в президенты, заявил, что хоть целью и должен быть мир, но предупредил, что отправка войск или современного оружия, например, истребители F-16 и ракеты большей дальности, рискуют вовлечь Соединенные Штаты в конфликт и приблизить нас к горячей войне между двумя крупнейшими ядерными державами. То есть фактически высказался против. В то же время вице-президент США в администрации Трампа и, возможно, кандидат Пенс покритиковал вот этих людей своей же партии, которые говорят о сокращении помощи. И сказал, что, по его словам, республиканской партии нет места для апологетов диктатора Владимира Путина. И сказал, что это не прямая война, то, что сейчас происходит в США. Но если Путина не остановить и не сохранить Украину, то Россия атакует НАТО, и тогда американцам придется воевать. Вот мы видим, что даже внутри самой республиканской партии назревает очень непростая ситуация. Я так понимаю, что все начинают готовиться к выборам. И мы видим, что на фоне этой, наверное, начинающейся, вы меня поправите, или не начавшейся еще избирательной кампании, вдруг появляется ряд статей, которые, ну, прям скажут, не очень-то хорошо влияют на имидж Украины и в Штатах, и в мире в частности. Я и говорю о политике, о Вашингтон-Пост, о Нью-Йорк Таймс и многих других изданий. Вот скажите, пожалуйста, это просто начало избирательной кампании, и ничего тут такого нет для нас неожиданного, да, и ситуация будет по накалу только развиваться? Или это, ну, если хотите, начало какого-то процесса, о котором стоит говорить? И к которому нужно относиться осторожно. Я начну с того, что, вот, скажем, если бы Трамп заявил о том, что вот он может положить конец конфликту, договориться с Путиным о мире и заставить Украину эти условия выполнить, если бы он об этом сказал, когда он был президентом, например, в 16-м году или в 17-м, то у нас было бы гораздо меньше оснований для беспокойства. То есть тогда бы он не смог это воплотить на практике. И вот как раз тогда я об этом много приходилось комментировать на эту тему, что украинская власть тогда была достаточно устойчива к любому давлению. Действительно, не только Трамп тогда, а и, скажем, европейцы, Германия, Франция, они хотели бы конфликт или решить, или заморозить на минских условиях или на каких-то других. И им приходили в голову идеи о том, что давайте мы надавим на Украину, и чтобы она пошла на уступки определенные. И, скажем, в общем, русле минских соглашений, конфликт на Донбассе замораживается, точнее решается, Крым выносится за скобки и все. На что я тогда указывал, что у них не получится этого сделать, потому что реальных рычагов давления на украинского президента, в первую очередь, у них не было в тех политических условиях, которые были тогда. Поддержка была достаточно скромной у нас. Вооружение, опять же, только Трамп принял решение о поставке вооружения в Украину. Это были очень маленькие объемы. Финансовая поддержка, да, была, но она не была критичной. Ну и в целом, как бы, страна была устойчивой. А сегодня что получается? Сегодня мы оказались к войне, трудно оценить однозначно, насколько готовыми. Понятно, что то, что Россия не смогла выполнить своих целей, свидетельствует о том, что или они подготовились плохо, или мы подготовились хорошо в плане ведения боевых действий, способности нашей армии сопротивляться. Но в долгосрочной политической перспективе война сделала нас уязвимей гораздо. И поэтому, если Трамп сегодня, или когда, если вдруг выиграет выбор, и скажет о том, что он может договориться с Путиным и навязать эти условия Украине, нам придется это воспринимать уже намного серьезнее. Такую перспективу развития событий, потому что рычаги давления на нас со стороны американцев или европейцев сегодня, они сильнее, чем были до войны. То есть война сделала нас уязвимее к такого рода развитию событий, поэтому мы не можем не обращать внимания на все эти разговоры, которые возникают в американском внутреннем контексте. Конечно же, предвыборная кампания приближается, она начнется летом примерно так уже всерьез. И именно по этой причине многие думают, что до лета нужны были Байдену какие-то успехи значительные со стороны Украины в войне того, чтобы подтвердить правильность своей стратегии, отрепортировать о результатах и превратить это все в выигрыш, а не в проигрыш. Если этого не будет, то тезис о том, что, может быть, Украине стоит помогать меньше. Вопросы о том, чем должна закончиться эта война, какова стратегия Соединенных Штатов, где конечная цель трата ресурсов, они будут звучать все громче. На мой взгляд, ответ, который дал Пенс на все это, в виде того, что если Украина потерпит поражение, то дальше будет НАТО и проблемы будут еще хуже у Соединенных Штатов, это ответ убедительный. Но это мне так кажется. Не факт, что так будет казаться многим американцам. И поэтому вопросы об этом будут подниматься, потому что это ключевой вопрос внешнеполитический уже стал. И по этой причине тоже нам нельзя его игнорировать или недооценивать важность этих дискуссий. Они есть, они будут одним из центральных элементов выборов в следующих президентских Соединенных Штатах. Не исключено, что в отсутствии каких-то прорывных успехов позиции тех, кто критикует Байдена и его стратегию, будут усиливаться. Ну и что будет после того, как кто-то из таких людей вдруг выиграет президентский выбор, насколько он пересмотрит свое мнение. Не факт, что обещая перед выборами сократить поддержку Украине или договориться о чем-то с Путиным или подталкивать Украину к миру. Не факт, что выиграв с такими лозунгами президентские выборы, человек будет их воплощать в жизнь, потому что снова-таки... Мне кажется, интересом США лучше всего отвечает тот ответ на агрессию России, который выбрал Байден. Поддержка Украины минимизует для них риски, минимизирует, поскольку им не нужно воевать самостоятельно. Они инвестируют в свою безопасность, в безопасность союзников, поддерживая наши вооруженные силы и получают, в общем-то, хороший результат для себя. Нет смысла тут менять стратегию за приемлемую цену. Договориться с Путиным можно о чем-то. Это позволит сэкономить деньги на поддержку Украины, но это создаст долгосрочные большие риски, и никуда не исчезнут вызовы безопасности американской, связанные с дальнейшими планами России, со сближением России и Китая и так далее. Поэтому это важная дискуссия внутри американского общества. Нам нужно знать, что с ней делать, как на нее реагировать. Не заниматься привычным для нас навешиванием ярлыков и рассказыванием о том, что мы лучше всех знаем, что нужно делать, а республиканцы не понимают, что говорят, и сами не понимают, в чем их интересы. Мы их сейчас научим. Такая внешнеполитическая риторика не очень хорошие результаты нам за последние годы принесла. Нам нужно понимать, что нам нужны аргументы для американских политиков, для американских избирателей. Мы должны спорить с позициями и аргументами, а не заниматься навешанием ярлыков на людей или поиском разных российских агентов в американской политике. Вот с этим это важная, сложная задача. И посмотрим, как мы с этим справимся. Я не случайно вспомнила тоже вот эти статьи, которые стали появляться, и, конечно, эту историю про взрывы на северных потоках. Вот как вам кажется, насколько тут есть, ну, как мы привыкли говорить, да, что это российская пропаганда, с одной стороны, а с другой стороны, что это? Потому что подобные статьи и подобные заявления, они создают для Украины очень много проблем. И очевидно, что потоки – это же очень важная тема и для, скажем, западного единства, и в целом по многим пунктам история с западными потоками очень важна. И то, что пытаются вот обвинить в этом Украину, это, конечно, ну, может быть, ведь очень разные и, может быть, даже непрогнозированные для Украины последствия. Вот как бы вы это прокомментировали, что происходит и насколько это может повлиять на украинский имидж? А ведь украинский имидж – это рядовые избиратели, это те, кто давит на политиков и так далее, и так далее. То есть здесь очень прямая связь, да? Мы живем в эпоху, кто-то говорит постправды, кто-то еще что-то говорит, но в эпоху, когда любые события можно по-разному интерпретировать и, в общем, становится не очень важным, насколько эта интерпретация соответствует фактам. Поэтому бороться с этим или по северным потокам, с разными версиями, которые могут публиковаться, или по любому другому поводу, с одной стороны, нужно, конечно, то есть нужно продвигать и нашу интерпретацию всего этого, и аргументами ее подкреплять, и в случаях, если можно проводить расследование и опираться на факты, это делать. Но многие люди, они оказываются заложниками своих убеждений, то есть они заранее знают, какой они хотят ответ услышать по поводу того, кто взорвал северные потоки, или по любому другому поводу, который укладывается в их общую картинку мира. Вот если в этой картинке мира злодей Россия, грубо говоря, то они будут восприимчивы к тем версиям, где северные потоки взорвала Россия, где в этой картинке мира что-то не так с Украиной, и она про корень всех проблем, они будут воспринимать другую картинку мира. Я не знаю, что с этим делать, наверное, это информационным специалистам виднее, но вот из собственного опыта, например, взаимодействия с технологиями искусственного интеллекта, это, по-моему, похожая проблема, потому что что с ними делать, если искусственный интеллект может придумывать на ходу ответы на вопросы, придумывать какие-то несуществующие вещи, которые сложно проверить, несуществующих людей или несуществующие книжки. Иногда может чередовать это с реальными праведивыми фактами. И вот как с ним бороться? То есть пробовать его запретить, наложить табу, отрезать возможности им пользоваться, вот студентов в моем случае, или просто исходить из того, что есть такой новый элемент реальности, и надо его учитывать, как-то с ним взаимодействовать. Вот мне кажется, что мы должны просто учитывать то, то, что многие средства массовой информации, соцсети, лидеры мнений будут иметь интерпретацию событий, точку зрения на разные важные для нас вопросы, не такую, как у нас, которая вредит нашим интересам в долгосрочной перспективе, которая может подорвать доверие к Украине. Ну, здесь возмущаться, обижаться можно, но мне кажется, это не совсем продуктивно. Поэтому нужно выдвигать собственные версии, как можно сильнее их обосновывать аргументами и фактами, иметь доступ к средствам коммуникации, к авторитетным СМИ. То есть все, что является частью информационной политики, нужно над этим тоже работать. У нас есть здесь сильные союзники, то есть здесь не так, что мы действительно на той стороне, которая выигрывает информационную войну, связанную с этой войной российско-украинской, не собственными усилиями, может быть, в основном не нашими усилиями, а усилиями союзников и партнеров. Но позиции у нас достаточно крепкие. Я, например, не думаю, что только из-за того, что где-то была опубликована версия о том, что Украина причастна к взрыву северных потоков, она будет всерьез воспринята избирателями, гражданами, читателями этих средств массовой информации, вообще аудиторией в целом. Николай, вот вы же очень много сейчас читаете, анализируете западные средства массовой информации тоже. Как вам кажется, вот изменилась ли ситуация к войне между Россией и Украиной за, скажем, последний месяц? Это вот важный момент, потому что мы помним вот как-то в прошлом году задержки с поставками оружия. Мы стали, честно говоря, прямо нервничать по этому поводу. Затем раз, столько начался год, и все так активно, столько всего пообещали. Потом вдруг снова, вот там будет оружие когда? К концу года, к лету и так далее, и так далее. То есть постоянно есть какая-то динамика во всех этих процессах. Вот я не знаю, как вы это оцениваете. Случилось ли что-то, на что нужно обратить внимание? Или все как и было, и все идет по плану? Или нужно на что-то обратить внимание? Мне кажется, что в целом стратегия Запада не изменилась в течение войны. И как мне казалось, что она, в общем-то, не сильно изменилась и с началом самой войны. Как до войны она была нацелена на минимизацию рисков и поддержку Украины правильно дозированную, так и во время войны она остается такой же. То есть в этом плане за год особых каких-то изменений принципиальных я не вижу. Запад по-прежнему исходит из вот этого, вот такого отношения к войне. Что мне кажется, можно увидеть? То есть разговоры о поставках вооружений, они главный инструмент. Вообще есть два основных инструмента в таких отношениях. Я их называю клиент-патрон. Это поставки оружия или гарантии безопасности. Никаких изменений я не вижу. Нам гарантии безопасности не хотели давать до войны и не хотят давать в начале войны, не хотели и сейчас не хотят. Нам готовы были поставлять оружие до войны в небольших количествах. Ну и после того, как оно началось, в больших количествах. То есть в этом плане стратегия последовательна. Что я вижу сейчас, так это больший разброс мнений и вообще выход на передний план вопроса о том, что будет дальше. То есть и к чему нужно стремиться, что можно считать победой в этой войне для Украины, для Запада. И к вопросу о том, связанном тоже с вопросом, что будет дальше, как быть с Россией. Потому что все больше понимания я вижу того, что война закончится тогда, когда ее по каким-то причинам не сможет дальше вести Россия. То ли это будет кризис политический какой-то, то ли это будет переворот или революция, то ли это будет в целом ослабление, то есть поражение военной России, то ли еще что-то. И вот этот вопрос о том, что дальше делать с Россией, то есть где нужно работать с российской аудиторией, есть ли хорошие русские, на которых можно делать ставку и пытаться, надеяться, трансформировать Россию. Как относиться к перспективе распада России? Мало кто в нее верит всерьез, но есть люди, которые задумываются о том, что надо ли это, не надо. То есть вот это вот смещение фокуса, собственно, хода военных действий, которым был наполнен 22-й год, движение фронта, военные разные результаты, ядерная угроза, вот в основном об этом говорили в прошлом году, сегодня, по крайней мере, в первые месяцы этого года, мне кажется, больше разговор о перспективах, о том, как эта война может закончиться и о том, что дальше делать будет с Россией. Это хорошая новость или плохая, что если у нас в этом году все больше ведется дискуссия о перспективах? Я думаю, это естественно. И нужно было об этом думать всегда. Это для нас, в первую очередь, важный вопрос. То есть я знаю, что у нас есть быстрый ответ на то, как мы хотим, чтобы война закончилась, но у нас во многом нет выбора. То есть мы вынуждены ставить такие цели, вынуждены их пробовать достигать. А у Запада выбор есть, поэтому для них это естественный процесс определения целей и того, какие ресурсы стоит на них выделять или не стоит. То есть это тоже одна из дискуссий, так же, как и дискуссия внутри Соединенных Штатов о том, что дальше делать со стратегией украинцев в отношении Украины, как ее поддерживать, в каких пределах, в каком виде. Также для нас важна и эта дискуссия, которая протекает на Западе, о том, что, в общем-то, будет дальше. И снова, мы хорошо, если можем поучаствовать в ней содержательно, а не просто с эмоциональной оценкой собственной, которую мы можем ее сформулировать, естественно. Но помимо этого, хорошо бы знать, как обрисовать перспективы для западных собеседников. Мира на одних условиях, мира на других условиях. Одного сценария будущего с Россией, другого сценария и так далее. Вот вы сказали, что у Запада выбор есть. А какой он, у Запада, выбор? Вот мне кажется, что сложилась какая-то такая ситуация, что и у Запада особенно выбора нет, у Украины нет выбора, да и у России выбора нет. Да, конечно. У каждого свой, да, но... Ну да, война, она сужает пространство для всех и загоняет всех в определенной такой колею, я бы сказал. Например, в некоторых классических случаях, таких как Первая мировая война, когда эскалация конфликта, допустим, сначала небольшого, и он разрастается в большое количество участников, становится мировой войной, в общем-то против воли всех его участников. То есть никто не хотел мировой войны, но события развиваются так, что не оставляют выбора, когда каждый раз приходится выбирать между плохим и еще худшим вариантом, и в итоге стороны оказываются втянутыми в войну. Поэтому война, да, она способна приводить к таким эффектам и к таким последствиям, но только она, мне кажется, сужает это пространство выбора по-разному для разных государств. Для нас она не оставила его вообще. У россиян выбор есть, они могут закончить войну, заплатив за эту цену определенную. Ну, она будет высокой, видимо, в их представлении, но, вероятно, цена продолжения войны будет еще более высокой. То есть выбор между двух зол у них все-таки есть. Они могут его сделать. У европейцев выбор еще шире, они могут продолжать то, что они делают и сегодня, продолжать поддерживать Украину каким-то оптимальным способом, высчитывая минимально необходимое для этого количество ресурсов, избегая брать на себя любые какие-то обязательства в сфере безопасности. Ну, извините, вот, Николай, извините, перебью вас здесь, но ведь, конечно, Запад может это делать долго, я не знаю, как долго ему виднее, да, но ведь ключевой вопрос, чтобы что? Ну, на какой-то же должен быть получен ответ, концептуальный, да, Америка поддерживает Украину не потому, что мы просто поддерживаем ценности, это само собой, это вынесем за скобки, а потому, что в результате мы хотим получить вот это, да, там, Европа вот тоже, Германия тоже, ну, то есть, какое-то понимание, какой должен быть результат, что станет проигрышем или что станет выигрышем, это же очень важно, потому что сколько бы Запад не говорил, что эта война уже их как бы не касается, да, вот только там это российско-украинская война, но это же не так. Если вы помогаете нам оружием, если вы помогаете нам инструкторами, если вы это делаете, если вы помогаете тренировать наших солдат, что публично, да, известно, ну, то это уже и ваша тогда война, поэтому, ну, как-то особенно дистанцироваться, это тоже, наверное, им уже не удастся, тем более, что весь мир ведь смотрит, да, на все то, что происходит, весь мир. Вопрос о том, ради чего ведется война, он вопрос философский, и который заводит нас в область общих теорий безопасности международной политики, что мне лично нравится. И я, как сторонник такого классического подхода к тому, у чего государства добиваются в международной политике, исхожу из того, что они хотят безопасности. Это основной парадокс международной безопасности в том, что государства постоянно хотят выжить и обеспечить себе безопасности как можно больше, но в стремлении это сделать они оказываются втянутыми в войну, потому что безопасности никогда не бывает достаточно, и потому что часто безопасность одних достигается за счет создания угроз для других. И вот эта дилемма безопасности, когда все хотят безопасности, но в итоге часто оказываются в состоянии войны, которая подрывает безопасность всех, кто в ней участвует. Это вот такой парадокс международных отношений. Мне кажется, что и европейцы, и американцы, и мы, и в каком-то смысле россияне все могут рассматривать эту войну сквозь призму собственной безопасности. Для нас безопасность — это выжить. Для россиян безопасность, не знаю, насколько они искренне ее трактуют как сферу сферу особых интересов, которая там расширяется НАТО, это может стать угрозой, или они безопасность трактуют как безопасность правящего режима, который не может просто себе позволить проиграть войну. Но хоть так, хоть иначе, с использованием, привлечением термина безопасность это можно объяснить. Американцы и европейцы тоже в этой войне участвуют, поддерживают нас, исходя из соображений своей безопасности. Для американцев безопасность — это о том, чтобы не допустить разрушения выгодного для них мироустройства, чтобы восстановить то, что называют они rules-based order, то есть порядок, основанный на правилах. Чтобы восстановить выгодные для них правила игры, восстановить справедливость, поддержать свои коалиции, союзы, не допустить утраты влияния в ключевых регионах. То есть для них безопасность в этом. Не в том, что на них завтра полетят российские ракеты или что им придется воевать физически, а в этом безопасность, в этом смысле. Для европейцев безопасность в более непосредственном смысле. У них на границах идет крупная война, которую со времен Тур-Мировой не видели. Она создает проблемы экономические и транзитные, и беженцев, гуманитарные, и может, в принципе, распространиться за пределы Украины, задев соседние государства, и тогда это будет прямая угроза европейским, другим европейским странам. То есть для них хорошо бы так закончить эту войну, чтобы эти риски в будущем не появлялись, чтобы не было желания у России или у какого-то другого государства настолько прямой вызов бросить, развязать войну в центре Европы или устроить какой-нибудь другой глубокий кризис, и при этом, чтобы позиции Европы в мире оставались сильными. Потому что европейцы, на мой взгляд, в самом уязвимом положении из крупных центров силы современного мира. Есть Соединенные Штаты, у которых меньше проблем, есть Китай, который динамичный, Индия тоже динамичный, есть Европейский Союз, который в последние годы или десятилетия даже находится в очень таком странном состоянии, где он постепенно теряет влияние, теряет удельный вес в мировой политике, в мировой экономике, и никак не может нащупать вот эту вот большую стратегию свою. То есть для европейцев война это тоже возможность на все эти вопросы находить какие-то ответы, найти новое основание европейского единства, найти новые контуры региональной безопасности, выдвинуть какие-то новые идеи регионального лидерства, чем Германия пробует заниматься. Ну то есть для них это тоже война. Им надо получить больше безопасности для себя по завершению этой войны. Возможно, частью этой задачи является надежная защита Украины, гарантией безопасности для Украины. А возможно, нет. Мы этого не знаем. Это, я так понимаю, продолжает быть предметом дискуссии внутри Европы. Николай, спасибо огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Мы вам очень за это благодарны. Спасибо. Николай Капитоненко был сегодня у нас в гостях, за что мы им очень признательны. И, конечно, благодарны вам, наши спонсоры на платформе Патрео. Оставайтесь. Продолжение следует...